Как мы заметили, деньги, которые мы получаем с зарубежных стран, название которых, как оказалось, начинается с аббревиатуры АК. Атамбаев на одной из своих пресс-конференций рассказывал, что на построении его госрезиденции, то есть замка, стоимостью в 1 миллион 300 тысяч долларов помогли его друзьям. Также он не раз упоминал, что ему помогают друзья из-за рубежа. И почему же мы не можем задать вопрос Атамбаеву, зачем и с какой целью и сколько он получает эти денежные средства? Главный вопрос мы должны задать ему о компании Форум и о его новом бизнес-партнере, о котором мы все знаем, где он стоял со времен 90-х годов. В преддверии окончания последних выборов в Кыргызской Республике на уставные документы было введено имя нового основателя. Представляете, кем является его бизнес-партнером, экс-президента Кыргызской Республики? Как он говорит сам, долларовый мультимиллионер. Вот этот вот молодой парниша, которого зовут Субихи Пархати. Уважаемый Алмазбек Атамбаев, по какой причине этот парниша является вашим бизнес-партнером? И так как вы понимаете, в январе 2018 года правительство Сапара Исакова совместно с компанией Huawei подписали договор об Убном городе. Позже стало известно, что в проекте стоимости 60 миллионов долларов участвует никому неизвестная фирма АК Минералс. Итак, фирма АК Петролиум и некий Хасым Хурбанов создали в Кыргызстане фирму под названием АК Минералс Энд Майни. Вместе с тем, они в прошлом году совместно с компанией Huawei хотели поучаствовать в развитии проекта «Умный город». Но позже правительство отменило соглашение. Фирма АК Минералс Энд Майни, принадлежащая фирме АК Петролиум, проявили желание о полном выкупе компании Мегаком. Общество тогда бурно проявило свое недовольство. Вся пресса в Кыргызстане задавалась одним лишь вопросом. Какая это фирма и откуда она появилась? В этих двух ситуациях источники информации сильно возмущались тем, что как такая малоизвестная фирма хочет выкупить немалозначимый для Кыргызстана проект и имущество. Тогда наши интернет-пользователи выкопали информацию о том, что за этим стоят имена арабов, немцев и уйгуров. В открытых источниках указываются имена основателей и директоров таким образом. Позже по источникам вышеперечисленные люди оказались ровесниками бизнес-партнера Атамбаева Субихи Пархати. Позже становится известно, что Субихи Пархати является основателем еще одной фирмы. Он, как собственник фирмы Хуасинь, выиграл на аукционе лицензию для работы в Терекса и Сурмакенди. Ну а сейчас мы задаемся вопросом, работает ли фирма бизнес-партнера Алмазбека Атамбаева. Позже данная фирма переименовала свое название на АК Инвест. Посмотрите на эту фотографию. Кого же рядом с собой Атамбаев посадил на почетное место? Этого молодого парня гордость партии СДПК зовут Джанребек Абиров. На имя его отца Булатбека Абирова зарегистрирована фирма «Рассветкомпани». А эта компания выполняет самые главные государственные контракты. Эта компания ежегодно привозит уголь за 50 миллионов долларов с Казахстана в ТЭС города Биштек. Кроме этого, на имя Булатбека Абирова зарегистрировано еще несколько фирм. Вы также можете найти информацию о данных фирмах в интернете, где говорится, что ранее эти фирмы принадлежали казахстанскому миллионеру и графу Алиджану Ибрагимову. Эдиль Байсалов заявляет, что Атамбаев в обязательном порядке должен ответить на вопросы, какие коррупционные дела их связывают. Атамбаев в обязательном порядке